здравствуйте уважаемые родители и дорогие дети с вами снова читает и сегодня мы познакомимся с вами с еще одной очень яркой книгой которая называется не просто по имени главного персонажа которым зовут сденок а называется ура за стены ком и этим названием словно призывают нас присоединиться к тем приключениям главного героя фантазера и озорника сденок а который происходит с ним в этой книге и который он разделяет вместе со своим братом томиком и сестрой боженкой вы спросите а почему же такие странные имена у персонажей книги дело в том что книгу написал знаменитый автор из чехословакии который жил в городе прага сейчас уже и страны такой нет на карте она распалась на два самостоятельных государства чехию и словакию звали его анджей ну что-то типа нашего андрей наверное анджей секора и знаменитым он стал после выхода своей книги приключения муравья ферды надо сказать что автор был не только писателем но и энтомологом то есть ученым изучавший жизнь насекомых наверное поэтому возникла книга про муравьев и также сам иллюстрировал свои книги но вот к этой книге у раза с дэнеком картинки нарисовал знаменитый наш российский художник валерий юрло ему кстати сейчас 87 лет он живет в москве и картинки для этой книги он создал более 50 лет назад можете себе представить я прочитаю вам одну из начальных глав этой книги стенок на своем чудесном мотоцикле о если бы вы могли видеть этот мотоцикл вот сдэнек нажимает стартер и мотор сразу же фр-фр-фр мотоцикл несется с не видно но и до сих пор никому скоростью дорогие мои какой бы вы испытали страх если вы наблюдали за сдэнеком газ вылетал как дым клубами сразу из десятка выхлопных труб у мотоцикла было по крайней мере 50 скоростей никто не смог бы перегнать сдэнек а даже франтишек на своем блестящий мотороллере. Лицо мотоциклиста в этот момент было очень самоуверенным. Дрррр, мотоцикл. Только Сденек его завел, стрелой вылетел со двора. Дрррр, в мгновение он пронесся по улицам и очутился на площади. Дрррр, и Сденек за городом. Деревья и дома мелькали и убегали куда-то назад с быстротой молнии. И вот перед ним новая неизвестная страна. О, радость, ведь это Африка. Бух! На землю с пальмы упал кокосовый орех. О-о-о, где-то вблизи проревел рельеф. А там, смотрите, гидли на шее и жираф. Но Сденека удивить невозможно. Дрррр, он легко догоняет жирафа. Через секундку гонка выиграна. Жираф, несмотря на все его старания, далеко отстает, позорно проиграв забег. Вдруг Сденек слышит плеск. Внимание, море, что делать? Столько воды, а парохода не видно. Но вы не знаете Сденека. Он включает 50-ю скорость и дрррр, мотоцикл, как птица, проносится через море, пролетает несколько километров над землей и вдруг ба-бах! Наступила тишина. Не слышно рокота мотоциклетного мотора. Путешествие, видно, трагически окончилось. Не волнуйтесь. Ни Сденек, ни его чудесный мотоцикл не разбились о скалу, как вы могли предполагать. Сденек просто ввалился в бельевой шкаф. Сидя в коридоре на своем трехколесном велосипеде, он совершил поездку в Африку, перегнал жирафа, перелетел через море. Сденек большой фантазер. И поэтому на него нападает не только лев, но часто случаются и другие необычайные происшествия. Вот увидите. Читайте дальше. Ну а дальше... Дальше Сденек спасает город от дракона, помогает своему брату собрать коллекцию спичечных этикеток, встречается даже с космической кометой. И все это на страницах книги Анджея Сикоры Ураза с Денеком. Читайте, попросите своих родителей купить вам эту книгу. Или обращайтесь ко мне, читай деду. Я с удовольствием почитаю вам онлайн эту книгу, покажу замечательные иллюстрации. Подписывайтесь на канал Книги нашего детства и оставайтесь с нами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok